всем привет и добро пожаловать на мой канал снимаю сегодня совместный челлендж и наш сыр и мы уже снимали такого рода видео на про феечек фиять время фиячить мы решили повторить его этой весной тоже как и прошлой весной и по раскрашивать я выбрала мы не привязывались очень сильно к выбору раскрасок до к материалам каким-то по-моему в одним таким большим условием было ну понятное дело что феечки я выбрала очень много книг мне кажется я прямо слишком много выбрала книг не поверите но дело в том что бывает так что выберешь одну-две раскраски потом понимаешь что ты не хочешь допустим эту раскраску красить иллюстрацию да что-то не не так идет вот что-то пошло не так и тебе не хочется но ты и вроде как выбрал поэтому я взяла сразу много чтобы был выбрал выбор и очень сильно надеюсь что я хоть что-то из этого раскрашивала ну давайте смотреть по порядку 1 здесь я не помню это китайская заказывала на алике эту раскраску здесь даже обложка ведь измененная по-моему она называется сейчас я вам скажу это моли харрисон было сказочные сны это ее так скажем купе и и раскраски да в общем реплика такая очень здесь хорошая бумага на удивление все отлично здесь акварель работает поэтому я решила ее взять и здесь непосредственно очень много феечек разнообразных но вот мне хотелось у меня давно было в планах вот эта феечка как раз она должна была быть собственно говоря вот обложка с этой феечкой мелковато конечно здесь все но мне очень хочется собственно говоря здесь есть красивую неудачная моя феечка ну неудачное лицо честно игра так собственно хотя можно и вот эту вот видите мы посмотрим они все каждая по-своему интересные здесь есть феечки и сказочные просто девушки такие вот смотри какая феечка вот такая замечательно кстати можно тоже но они здесь все есть такие вот в образе ангела есть феечки феечки ну то есть я думаю на любой вкус и цвет вот такая вот чудесная поэтому я что-нибудь выберу здесь мы тестировали карандаши нужно будет обязательно ее закончить что-нибудь выберу и и раскрашу из этой серии не знаю мне прям что низковато что ли я дальше это вот одна из моих последних приобретений это уже кристин кэрон безумно я влюбилась в эти раскраски поэтому купила раскрасочку и здесь тоже но она собственно как вы понимаете и называется и и здесь есть вот такая вот как стрекоза феечка ну наверно так как мы все таки будем фильм они здесь все как подразумевается что феечки но все таки такого образа вот да вот такое что-то с ушками чтоб уж видно было что это феечка но мне здесь где-то было еще одна по моему феечка вот такая вот есть посмотрите с ландышами я не знаю не уверена но мне кажется она больше всего вот такая есть ну как-то голенькую не хочется здесь так много мелкотни я конечно же вот смотри какая бабочка бабочка вот такая прелесть есть в общем так как них посмотрите вот просто прелесть так как мне хочется очень многое раскрасить но я пока остановлюсь на это этом посмотрим да на какое будет настроение очень многое хочется раскрасить но это не феечка это уже о русалках. Мне бы хотелось, конечно, как разных, разнообразных раскрасить, поэтому я пока не буду слишком такие, да, вот мелкие какие-то красить, чтобы успеть. Следующую, которую мне хотелось бы задействовать, раскрасочку, вот такую мне Наташа дарила. Наташ, привет тебе и спасибо. И, ну, в идеале я бы, наверное, остановилась на вот этой. Тут у меня вот даже закладочка. Не знаю. Мне бы хотелось поакварелить, но бумага здесь в принципе выдерживает, но я больше к таким вот сюжетным иллюстрациям они мне больше как-то нравятся, да, вот такое что-то, нежели вот просто отдельные персонажи. Хотя вот Хонь тоже замечательный, но просто мне было бы жалко испортить вот такую тут вообще прям она фея, кентавр или что, или судя по не знаю в общем интересно так здесь много вариантов, но я здесь с удовольствием раскрашивала и даже вот акварелила ну вот видите, просвечивает так или иначе просвечивает. вот кстати можно ее раскрасить, попробовать дабы не знаю здесь как-то под прикрыть это все дело вот тоже раскрашивала частично здесь акварель тоже, но тоже видите все-таки как не старайся все-таки протекает и мне конечно очень жаль все иллюстрации просто замечательные а сюжетные так вообще поэтому не знаю ну пока вот остановилась на вот этой девчушке а там посмотрим это уже третья третья книга так четвертая тролли, эльфы и конечно же феи ну и собственно говоря на феи я и остановилась закладку я вставляла где она моя закладка собственно говоря мне бы хотелось ее раскрасить может быть прям так же как на обложке может быть как-то по-другому не знаю посмотрим здесь и гномик я уже красила здесь феечку такую вот не знаю видно не видно не видно наверное как крылышки блестят они на самом деле блестят но здесь сложно на камеру показать в общем мне бы хотелось кто же гномов даже начала одно время красить здесь очень мало иллюстрации достаточно мало 25 по-моему 30 да 25 27 27 или 28 иллюстрации всего лишь 29 грубо говоря 30 иллюстрации и достаточно быстро ее можно раскрасить но вот как-то я все до нее руки не доходит здесь тоже опять же много одежки а я как уже говорила с одежкой не очень и наверное это меня немного стопорит а так в целом иллюстрации здесь просто шикарные ну вот в планах еще эта раскраска мне бы хотелось следующая раскраска это дыхание весны мне Ира ее дарила прошлой весной Ир привет тебе и спасибо вот такая вот раскрасочка и у меня здесь тоже не знаю одна иллюстрация раскрашена вот как раз таки с того с прошлого челленджа совместного с сырой вот такая вот замечательная получилась у меня фея в прошлый раз смотрите какая прелесть мне очень нравится я довольна результатом просто шикарная кстати все раскрашено и у нее и тело и тогда я еще даже и близко не умела красить кожу лицам но вот тем не менее даже тогда ведь умудрилась вообще прям все блестит у нее здесь раскрасить ну я довольна мне очень нравится вот эта иллюстрация прям безумно нравится здесь я выбрала как я уже сказала по несчастью почему-то здесь у меня всего лишь одна иллюстрация раскрашена здесь односторонние они можно акварелить можно все что угодно ну в идеале мне бы хотелось вот эту вот феечку с нарциссами раскрасить вот следующее для разнообразия чтобы не было все однообразным и простым выбрала простенькую еще одну здесь принцессы и феи как вы видите это хоббитека по номерам я здесь тоже как-то однажды когда красили феечек но уже по-моему с милой я решила здесь тоже что-нибудь раскрасить а почему нет фломастерами тем более что я еще все равно еще несмотря ни на что крашу фломастерами дабы израсходовать большую часть потому что как я говорила сохнут портятся в общем все в таком духе и поэтому что-нибудь обязательно выберу может прям в самом начале но здесь принцесса а вот здесь как раз таки да судя по крылышкам феечка вот ее наверное и раскрасим понятное дело как же не без этих двух раскрасок без них никуда первая моя большая любовь это волшебный мир феи здесь я но здесь у меня ну немало уже немного но и немало если учитывать что она мне совсем недавно появилась то у меня здесь совсем немало работ я считаю вот такая вот новогодняя была феечка вот вся тоже блестит хочется верить что вам все прямо видно здесь акварель карандаши гелевые ручки да в общем все как всегда полный набор видите все протекло дальше что у меня здесь из раскрашенного так ну в идеале раскрасить мне бы хотелось вот эту иллюстрацию так как у нас весна вот они я так понимаю это подснежники наверное поэтому скорее всего ее возьму за как рассказать здесь есть нарцизы к слову можно и вот эту но посмотрим навряд ли я успею две мне тут вот видите еще начинала мне очень хочется но я обязательно ее раскрашу ну и давайте раз я вам покажу уже покажу бывает просят вот такую осеннюю красила ежика не совсем удачный ежик у меня получился но мне нравится вот такая иллюстрация здесь вот такая была здесь предновогодняя такая скажем вот такой фейчик у меня был так между ними самая первая моя иллюстрация здесь это был вот такой фейчик у него крылышки там тоже такие полупрозрачные блестящие я надеюсь видно в пижамке среди лаванды вот такая осенние тоже вся блестящая феечка у меня была здесь раскрашена ну и наверное мне кажется все в планах было вот на декабрь январь вот это вот феечка ну что-то я честно говоря вы знаете забыла когда уже вот листала выбирала что мне раскрасить в этот раз я вспомнила что мне еще одно не раскрашено да все на этом все здесь в общем вот такие вот планы такие работы ну и собственно говоря наверное скорее всего я на вот это остановлюсь пока что будет вот эта иллюстрация ну и куда ж я без своей еще одной фаворитки обожаю тоже вот эти две раскраски с феечками просто безумно люблю это уже цветочные феи раскрасочка это у нас опять я забыла опять я забыла чья это книга но я думаю все знают вот такая вот замечательная нужно тоже раскрасить тут вначале и я не знаю вообще я выбрала иллюстрацию сейчас я вам покажу вот эту с ландышами скорее всего будет скорее всего с ландышем но возможно и начально в общем буду приступать буду красить что-то у меня смотрю подзатемнился как-то темновато в кадре стало не знаю ведьма батарейка уже садится поэтому я сейчас немножко прервусь и я к вам подзаряжусь вернусь и будем с вами начинать что-нибудь раскрашивать здесь у меня тоже с прошлого еще челленджа есть иллюстрация новогодняя есть такая вот и есть где-то прошлой весной мы как раз таки красили совместно с Ирой феечек и вот такая у меня была работа которая прям ну не знаю я горжусь прям хоть работой мне кажется ну очень классная получилась работа так что приступим к раскрашиванию продолжаю свой челлендж феячить продолжаю начала я его с элементарного ну так знаете по-быстренькому чтобы красить так ну сейчас я выберу зеленые я решила для начала кариулка это будет а потом посмотрим что да как такие вот у меня столько зеленых будет фломастеров ну и что называется буду красить поехали решила начать с самого простого легкого знаете так для раскачивания в другой сделала фон и пока он будет подсыхать я решила тут быстренько пораскрашивать люблю мне эта тематика близка я люблю феи гномы эльфы и так далее русалки все это тоже дракончики вся эта тематика мне близка нравится поэтому я решила что можно пораскрашивать мы с эрой уже как я говорила был у нас уже такой совместный челлендж так скажем совместник челлендж кому как удобнее я просто привыкла челлендж гатера совместник при любом раскладе как ни крути это совместное раскрашивание нравится мне вот эти вот раскрасочки от хоббитека я знаю многие не любят не считают их с чем-то серьезным ну я мне нравится вот не знаю говорила я нет у нас непринципиально сколько будет иллюстрация непринципиально чем мы будем красить ну вот стоило сесть начать красить и тут пожалуйста захотелось кому-то сверлить но это нормально да это уже к сожалению нормально начинаем сверлить на ночь глядя прыгать сверлить и так далее ну что ж такое там вот у нас единственное условие это феечки и вот сколько мы договорились буквально пару дней день-два пораскрашивать сколько успеем столько успеем этих феечек поэтому буду красть я тоже как вы понимаете хапанул это немало этих феечек надеюсь что я за два дня то успею раскрасить как можно больше мне бы по крайней мере хотелось ну а там как получится как пойдет получится хорошо не получится значит не судьба значит будет парочку всего лишь хотелось бы конечно все успеть просто вообще конечно наверное вот эту можно было бы на потом раскраску определить да сначала раскрасить что-то более серьезно а потом уже скажем так что-нибудь попроще посложнее что-то взять а эту оставить на понтом да что если вот успею то раскрашу еще фломастер но мне хочется не знаю подводя итоги подведя так скажем было много раскрашено много сделано ну и кстати фломастерами тоже было достаточно много раскрашено как вы видели по-моему раскрашено мастерами даже в этом месяце больше чем всем остальным было раскрашено ну да вот захотелось не знаю почему захотелось поэтому буду таким образом продолжать ну наверное потому что как я уже говорила очень много фломастеров они многие уже портятся сохнут ну какие-то даже заканчиваются поэтому наверное имеет смысл до лета до выпуска как можно больше истратить потому что карандашам краскам ничего не будет а вот фломастеры портятся и знаете что перед уездом потому что отпуска у нас длинные здесь у нас отпуска фактически два месяца без малого до 52 56 дней у кого как ну то есть понимаете да почти почти два месяца мы отсутствуем и получается что ну что-нибудь с собой тащить я вот в прошлый раз взяла ну правда я неправильно выбрал неправильный выбор был фломастеров с собой наверное лучше корелку было брать не знаю почему у меня пал выбор на другие на живот живот совершенно не понравились поэтому ну в целом наверное даже дело было не фломастера а в поездке потому что ну сами понимаете в таком момент ну как это был даже у меня не отпуск а такая вынужденная поездка так как с братом случилась беда и сделая не отдыхать по факту на похороны конечно конечно как и все нормальные люди я надеялась на хороший исход и я брала с собой пару раскрасок ну и плюс в надежде что может быть это отвлечет хоть немного но видимо неправильный выбор фломастеров и я можно сказать фактически не раскрашивала в Краснодаре поэтому не знаю на фоне этого теперь как-то не хочется брать одни фломастеры с собой вот ну а много раскрасок я тоже не планирую вести ну вроде как отпуск обещает быть насыщенным имеется ввиду что много тоже дел предстоит много дел там потому что у нас свое жилье в Краснодаре и нужно им будет тоже заниматься и родные и близкие ну в общем знаете и отдохнуть хочется и куда-то съездить и где-то побывать ну в общем я понятное дело что никто хобби не отменял захочется и порисовать и повышевать и все на свете но как правило едешь когда в отпуск ну если день два получится посидеть пораскрашивать то это здорово а так как правило уходит в отпуске дни на другое поэтому не знаю не уверена буду надеяться что удастся все совместить все задуманное сделать летом пока что я хочу перед опуском как можно больше использовать фломастеров маркеров чтобы все что уже закончилось там или еще что там по каким-то причинам в общем уже избавиться я очень много уже выбросила фломастеров маркеров которые закончились высохли я не стала уже особо сильно даже реанимировать потому что опять же не из вредности и не как многие бывают пишут вы делаете жиру беситесь нет просто я бы сказала знаете как просто все равно хочется что-то новое купить попробовать и так далее и так далее и понятное дело что ну куда это все складировать понятное дело то что уже по крайней мере тефло мастер маркеры которые не очень понравились я естественно уже беречь не хочу и так прошло время я раскрасила не все конечно успела раскрасить из того что выбрала к сожалению но я в принципе и выбирала много раскрасок по принципу что во-первых чтоб не был выбор во-вторых успею раскрашу не успею не раскрашу как бы не принципиально напоминаю мы сырой красили наш с ней совместник у нас такой совместник челлендж время феячит и так волшебные раскраски принцессы феи хоббитека ну и как я здесь и так где она у меня тут эта феечка вот это мы с вами красили вот эту феечку как и планировала раскрасила вот такую феечку да первый разворот господи потеряла ее потому что здесь 100% скорее всего принцесса она в короне значит вот феечка с крылышками и раскрашивала кариокой не знаю вот такая вот красотка получилась мне понравилась кариока но не протекает она все здесь в порядке в прошлый раз мы тоже красили феечек с девочками такие вот здесь были у меня феечки в этот раз вот такая вот феечка это понимано в каких-то лосинках тут еще и вот такая прелесть получилась люблю я хоббитеку здорово получается дальше вот это вот опять называется волшебные сны по-моему сказочные сны раскрасочка это китай вот и я здесь раскрашивала вот такую вот фею ну я надеюсь что это фея феечка здесь я уже раскрашивала чем я раскрашивала а здесь все акварель здесь все акварель да что ж такое и фон и сама фея все вот это акварельная на крыльях на крыльях тоже акварель ну я так вот чуть-чуть до акварели поверх гуаши здесь гуашь еще вот прыски тоже акварель единственная рамка это маркер золото по-моему маркер от фабер костель немного браш вот что-то я прям разучилась говорить эти дни прям что-то сижу никак не соображу в общем акварель здесь полностью волосы мне понравилось как получились волосы я очень хочется верить что вам видно пыталась такие вот брызги не брызгать сделать чтобы звезды наверное вот вот такая девочка акварельная получилась мне нравится следующее волшебный мир фей люблю тоже эту раскраску с огромным удовольствием раскрашу здесь тоже стараюсь последнее время акварелью красить ну бывает и что-то карандашами но преимущественно акварелью вот и я здесь показывала да что буду красить вот такую вот феечку с ландышами не очень конечно она у меня получилась нужно еще и прогладить всю бумагу прям расколбасила как не знаю что видите без особых потерь ну единственное да почему-то вот это бирюзовый цвет от белых ночей ужасно плохо лег мне прям не понравилось как он лег здесь но в целом вот такая вот получилась работа здесь тоже все акварель абсолютно все здесь нет карандашей и даже нету да здесь просто все акварель единственное накрыли опять же чуть-чуть нанесла гель гуаш и чуть-чуть на цветах гуаш вот эти тоже белые все в общем там где белом это тоже такая очень очень разведенная гуаш белая ну а все остальное акварель не знаю мне нравится в принципе мне нравится я довольна не скажу что это шедевр но тем не менее не стала блеск наносить на крылышки здесь вот видите у нее его нет дождик все такое весна ну пусть будут немножко такие вот просто крылышки у феечки вот такая вот получилась у меня красавица люблю эту раскраску с удовольствием здесь акварелью боялась очень боялась самая первая работа у меня здесь была карандашами но вот видите начала с огромным удовольствием здесь акварелить ну и мне кажется с каждым разом все эти мои феечки все лучше и лучше сталь тут тоже весь блестит не знаю я не стала в этот раз здесь вот приготовилась тоже красить не докрасила не стала здесь добавлять блеск в общем-то он здесь наверное и не нужен дождь и так далее зачем тут чуть-чуть мне что-то не получилось страшно это тоже опыт вот такая вот феечка получилась у меня и третью раскраску я начала красить но уже не успеваю поэтому уже буду докрашивать в обычном режиме здесь у меня тоже одна иллюстрация я безумно нравится вот эта феечка прям как вышла у меня она карандашами раскрашена я начала здесь красить вот эту вот фею в нарцизах но уже не успеваю поэтому как и остальных собственно говоря поэтому скорее всего я их докрашу и покажу уже в конце месяцев готовых работ вот такие вот у меня получились феечки вот так я нафиячила что нафиячила да что успела спасибо что посмотрели что были со мной пишите комментарии подписывайтесь кому понравилось ставьте лайки ссылку на канал Иры как всегда будет под видео и в конечной заставке я сейчас закончу видео тоже пойду посмотрю что она там на раскрашивала что у нее получилось очень интересно ну а вы тоже обязательно проходите смотрите что нафиячила Ирина всем хорошего весеннего настроения вдохновения несмотря ни на что будем с вами феечить пока пока до новых встреч пока Продолжение следует...